Друзья, я активно веду свой новый канал, сейчас там осталось немного до 5000 подписчиков. Давай наберем их уже до завтра, было бы очень круто. Ссылка на этот телеграм-канал в описании под видео. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! 15 миллиардов долларов в биткоине и эфириуме могут быть проданы на рынке, и это явно не то, чего мы сейчас хотим, особенно после краха FTX. Сегодня мы поговорим об одной очень неприятной ситуации, которая тянется еще со времен краха Терра Луны и усугубилась крахом FTX. Она может обрушить биткоин еще на тысячу-другую долларов, еще больше раздавить эфириум и альткоины. Также у меня есть дополнение по эфириум-кошельку хакера, который взломал FTX. За время с последнего обзора он добавил еще около 20 тысяч монет. В крайний раз это было 220 тысяч эфиров, сейчас это более 241 тысячи монет. Это очень особенная ситуация, и это то, о чем я обязательно должен тебе рассказать, потому что ты должен быть предупрежден. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы набирали более 4 тысяч лайков. Давай на этом видео наберем 2 с половиной тысячи. Ты даже не представляешь, как это меня мотивирует, и почему я так много делаю видосов. Потому что ты их поддерживаешь лайками. Итак, давай начнем с Сэма, бывшего генерального директора FTX. Как ты, наверное, знаешь, каждые несколько часов он писал твиты, которые в итоге сложились в предложение. Что случилось? Очень смешной вопрос, не так ли? А затем твитнул вот это. Я расскажу о том, что произошло. Пока давайте поговорим о том, где мы находимся сегодня. Насколько мне известно, по состоянию на 7 ноября Alameda имела больше активов, чем обязательств, но не была ликвидной. Alameda имела маржинальные позиции по FTX International. У FTX в США было достаточно средств для погашения задолженности перед всеми клиентами. Моя цель, пишет он, моя единственная цель – делать все правильно для клиентов. Я вношу непосильный вклад, чтобы сделать это. Я лично встречаюсь с регуляторами и работаю с командами, чтобы сделать все возможное для клиентов. А затем для инвесторов. Но сначала для клиентов. Затем он продолжает и говорит, что на самом деле у FTX Alameda было достаточно денег, чтобы выйти из этого положения. В общем, это мы уже слышали от него ранее. Таким образом, он по сути говорит нам, что мы должны просто принять ситуацию. И нам не нужно знать больше, чем то, что здесь происходит. Но есть и нечто более зловещее во всем этом. Почему он выложил все эти твиты четко по порядку с промежутком в один час? Оказывается, он удалял свои твиты. Я надеюсь, что кто-то сделал скриншоты со всеми его предыдущими твитами, потому что это будет очень важно. Тогда мы сможем прочитать, что он на самом деле писал в твиттере. И, возможно, это будет важно и до судебного процесса. К сожалению, я не смог найти ни одного скриншота. Но если ты знаешь, где найти эти твиты, напиши в телеграме по ссылке в описании. Ну а теперь давай поговорим об этом. Сейчас это один из самых богатых людей с точки зрения эфириума. 300 миллионов долларов. С момента моего последнего обзора этот кошелек потолстел еще приблизительно на 20 тысяч монет. Таким образом, хакер FTX входит в тридцатку самых крупных держателей этой криптовалюты. Конечно же, есть предположение, что это сам Сэм. Кто-то говорит, что это инсайдер. Без разницы. Мы уже обсуждали этот кошелек и действия хакера, но вот что я хочу дополнить. Сейчас нет ни одного способа, чтобы этот владелец эфириума смог как-то вывести эти деньги в фиат. Или сделать с ними что-то еще. По крайней мере, напрямую. Потому что каждая биржа, конечно же, следит за этим кошельком прямо сейчас. И как только он переведет эти эфириумы на биржу или что-то еще, его личность будет раскрыта. И он потеряет все эти деньги. Так что же делать, если у тебя есть 300 миллионов долларов в эфириуме, которые практически невозможно вывести? Вот тут-то все и становится интересным. Известный трейдер Сатоши Стекер описал то, как могут развиваться события дальше. Но сначала я быстро расскажу тебе о том, что такое торнадо кэш. Потому что он будет упоминаться дальше. Это такой криптомиксер, который делал транзакции в сети эфириума анонимными. Таким образом, с его помощью можно было отмывать большие суммы в криптовалюте. Однако сейчас в США он находится под санкциями. В основном, эти эфиры будут отслеживаться правоохранительными органами по всему миру. Объемы торнадо кэш сильно уменьшились из-за санкций. Поэтому отмывание этих эфириумов через торнадо кэш не является действительной возможностью для вора. Однако, поскольку они рискуют жизнью в тюрьме за эти деньги, они не сдадутся просто так. Они знают, что все следят за их кошельком. Поэтому они могут использовать это для получения прибыли. Например, открыв шорт позиции по эфириуму, а затем начав его продавать с этого кошелька, чтобы обрушить его цену. Они могут даже повторить этот процесс несколько раз. Так как люди, которые следят за этим кошельком, видя их продажи, будут продавать вместе с ними каждый раз для того, чтобы снова купить за более низкую цену. Помни, ничто не мешает этому хакеру продавать эфириум на сумму в 300 миллионов долларов прямо на Uniswap. Если он будет продавать эфириум на разных биржах, он установит кредитное плечо X100 на эти шортовые позиции и затем начнет продавать все сразу или несколькими партиями. Это вызовет хаос на криптовалютных рынках, потому что люди увидят, что у них есть 300 миллионов долларов в эфириуме, которые можно потенциально продать. Поэтому все начнут открывать одновременно шорт позиции. Что означает, что короткие позиции хакера с X100 кредитным плечом на самом деле будут зарабатывать сумасшедшие суммы. То есть с одного доллара шорта он сможет заработать до 100 долларов. После всего этого он сможет снять свои деньги и никто даже не узнает, что хакер на самом деле также держит массивные короткие позиции по эфиру, потому что кроме него такие позиции будут открыты у десятков тысяч, если не больше трейдеров. Хотя почти наверняка хакер получит меньше профит, чем все эти 300 миллионов долларов, но все же это, пожалуй, единственный способ для него получить из этого достаточно крупную сумму денег. Если ты занимаешься торговлей или думаешь о покупке эфириума, ты должен следить за этим кошельком. Ссылку на него ты найдешь у меня в телеграме в описании под видео. Я не пытаюсь раздуть панику или что-то вроде того, я лишь предполагаю один из возможных сценариев. Как этот вор может на самом деле уйти с деньгами от этого взлома, потому что эти 300 миллионов долларов другими способами напрямую обналичить невозможно. Поэтому обязательно следи за этим кошельком. Навряд ли этот хакер оставит эти 300 миллионов долларов просто висеть в этом кошельке. Что-то мне подсказывает, что он попытается что-то с этим сделать. Далее вторая тема этого видео. Она о том, что потенциально около 15 миллиардов долларов, как ты здесь видишь, это почти 11 миллиардов в биткоине и почти 4 миллиарда в эфириуме, могут быть вынуждены проданы на рынке. Вынуждены. Позволь мне начать с самого начала. После того, как Генезис приостановил выдачу криптокредитов, ходят слухи о том, что он не платежеспособен. Несмотря даже на получение вливаний в размере 140 миллионов долларов несколько дней назад. Знаешь, как называется материнская компания Генезис Трейдинг? Она называется Digital Currency Group. Именно она дала Генезису 140 миллионов долларов несколько дней назад, после краха FTX. Одновременно с этим, эта же компания является материнской для Grayscale. Как ты видишь на их сайте, и Генезис, и Grayscale это ее дочерние компании. Grayscale же является одним из крупнейших держателей биткоина, стоимостью почти 11 миллиардов долларов, как ты видишь на этом сайте. Итак, Генезис Трейдинг – это криптокомпания, которая занимается кучей разных вещей. Они занимаются торговлей, услугами по повышению доходности, институциональными займами, деривативами и хранением криптовалюты. На данный момент они получили 140 миллионов долларов от Digital Currency Group, которая является их материнской компанией. Зачем им понадобились эти деньги? Потому что, как было заявлено, они фактически потеряли 175 миллионов долларов из-за краха FTX. Они держали эти деньги в FTX и сейчас, очевидно, не имеют к ним доступа. Но это еще не все. Оказывается, что у них уже были большие проблемы, когда рухнула Луна, ведь 3 Arrow Capital из-за коллапса Луны обанкротился. Почему у Генезис Трейдинг из-за этого большие проблемы? Да потому что в июле этого года они одолжили рекордную сумму в 2 миллиарда долларов к хэтш-фонду 3 Arrow Capital. Безумие какое-то. Это, конечно же, не очень хорошо для Генезис Трейдинг, потому что 3 Arrow Capital обанкротился из-за коллапса Терра Луны. Однако материнская компания Digital Currency Group предоставила некоторые деньги, чтобы помочь им в разгар всех этих проблем. Но сколько еще денег Digital Currency Group сможет давать Генезис Трейдинг? До нас дошли полуправдоподобные слухи, что у Генезис могут возникнуть проблемы с платежеспособностью. Уже завтра в 8 утра по восточному времени они проведут встречу со своими кредиторами, чтобы объяснить ситуацию. Если это окажется правдой, то они, возможно, начнут продавать Ethereum E и GBTC, чтобы расплатиться со своими кредиторами. Мы узнаем больше об этом завтра. Ethereum E и GBTC – это как раз-таки активы Grayscale. Итак, как же GBTC и почти 15 миллиардов долларов могут сыграть свою зловещую роль на рынке? Дело в том, что именно Digital Currency Group являются теми, кто чеканит GBTC. GBTC же является торговым инструментом, который принадлежит Grayscale. Оттого и буква первая G – Grayscale BTC. Простыми словами, это прокси для реального биткоина. Так что же они делают? Они берут биткоин и помещают его в финансовые инструменты GBTC, который потом может торговаться на открытом фондовом рынке. Сейчас он закрыт, что означает, что вы можете только вводить биткоин, но не можете его выводить. На данный момент Grayscale – это крупнейший держатель биткоина. Около 11 миллиардов долларов в биткоине у него. Кроме Grayscale, возможно, крупнейшим держателем биткоина является Сатоши. У него вроде как есть 2 миллиона биткоинов, но мы не знаем, будут ли они в циркуляции на рынке, поэтому будем считать именно Grayscale одним из крупнейших держателей биткоина. Но в случае с Grayscale мы точно знаем, что это действительно активный биткоин. И опасность здесь заключается в том, что поскольку Digital Currency Group владеет и Genesis Trading и Grayscale, то если Genesis Trading действительно в беде, они могут потенциально распустить этот траст и начать продавать его на открытом рынке, чтобы просто спасти свою компанию. 10 миллиардов долларов здесь в биткоине, 4 миллиарда долларов здесь в эфириуме. Это далеко не подтверждено, но тебе нужно понять, что если на этой встрече, которая состоится завтра, не заявят, что по какой-то причине Genesis стал неплатежеспособен, тогда крипторынок точно запаникует, потому что подумает, что Grayscale может фактически начать продавать некоторое количество своих биткоинов и эфириумов. Да, они могут распустить фонд и начать распродавать эти активы. Я хочу, чтобы ты стал первым, кто понял, что на самом деле происходит, поэтому я даю эту информацию раньше, чем это может произойти или не произойти, чтобы ты был готов. Конечно, если это произойдет, они не собираются продавать все 10-15 миллиардов долларов прямо на рынке. Опять же, самое главное, чтобы ты был к этому готов, что они могут начать продавать некоторое количество этих активов. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Также подпишись на канал, здесь мы почти каждый день говорим о самых важных новостях из мира криптовалюты, поэтому тебе будет полезно следить за моими видеороликами. Увидимся в новых видео, до скорого. Как ты видишь на их сайте, и Genesis, и Grayscale, это дочерние компании этой компании. О, господи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok